В эфире Выборгская муниципальная телекомпания. Вы смотрите итоговую программу «Город». В студии Татьяна Анкудович. Здравствуйте! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Ильдар Гелязов раньше занимался предпринимательской деятельностью, но последние 13 лет является депутатом областного законодательного собрания от партии «Единая Россия». Я понимаю, что для него непростое решение, но он его принял. Сегодня депутатский корпус в лице глав муниципальных образований и главы администрации как исполнительная власть городских и сельских поселений это решение поддержали. Ну а кто уже конкретно будет главой администрации, будут решения на основании голосования депутатов и представления конкурсной комиссии. Я хочу подтвердить о том, что я принял предложение непосредственно от губернатора Александра Юрьевича и от главы муниципального образования Выборгский район, от Никульных, принять участие кандидатам в конкурсной процедуре на замещение этой должности главы администрации Выборгского района. Но также в ближайшее время я складываю полномочия депутатов законного собрания Ленинградской области и вхожу в структуру администрации. И надеюсь, будем профессионально вместе с всей командой работать для блага Выборгского района. Кроме того, уже объявлен конкурс на замещение должности главы районной администрации. Его итоги подведут через месяц. На совете депутатов очередных, на районном от городском, будут объявлены, объявлен конкурс на замещение муниципальной должности главы администрации. В соответствии с этими процедурами мы надеемся, что все это завершится. Если брать 131 федеральный закон, ну приблизительно мы должны закончить к концу ноября. Я думаю, что в конце ноября мы будем голосовать за нового главы администрации и подпишем с ним контракт. Напомним, Геннадий Орлов сложил с себя полномочия главы администрации Выборгского района 19 октября. Анастасия Покатилова, Александр Сорокин, Медиагруппа «Наш город». Ношение масок в любых общественных местах с 28 октября стало обязательным по всей России. Соответствующее постановление подписано Роспотребнадзором. Соблюдение санитарных требований по снижению рисков распространения COVID-19 в торговых точках Выборгского района контролирует специальная комиссия. Так в поселке Советском представители областного правительства и районные администрации прошли с проверкой по магазинам. В первую очередь обращают внимание на соблюдение масочного режима, наличие антисептиков и журнала с данными термометрии. Вы открываетесь в 9? Да, в 9, в 9.30. Проветривание у меня минут 5, я сейчас очень холодно. Да, да, у вас информация и обработки. И промывание, и каждые два часа у нас идет 9, в 11 была, и сейчас, следующая в час. Посетители без маски вы не обслуживаете? Нет, конечно. Дезинфекцию общественных территорий в Выборгском районе регулярно проводят специалисты станции по борьбе с болезнями животных. Обрабатываются входы в учреждения и объекты торговли, детские и спортивные площадки, остановки маршрутного транспорта. По словам специалистов, дезинфицирующие средства безопасны как для людей, так и для животных. Объекты обрабатывают только при благоприятных погодных условиях. Между тем, Ленинградская область сегодня входит в число регионов с наиболее стабильными показателями с точки зрения динамики распространения коронавируса. Как отметил губернатор Александр Дрозденко, в регионе наблюдается контролируемый рост случаев заражения. Мы для себя в Ленинградской области одни из первых приняли оценку. Это не количество выявленных заболевших, потому что здесь абсолютно прямая связь. Чем больше мы тестируем, тем больше мы выявляем. Чем больше мы выявляем, тем не факт, что мы больше выявляем тяжелых, потому что тяжелые так к нам обращаются, коллега это знает. Мы выявляем бессимптомников. И вот, например, если мы начинали с 1000 тестов, то сейчас мы делаем 5000 тестов в день. Если мы начинали с 11% бессимптомников, их сейчас у нас 34%. Губернатор подчеркнул, что Комитет здравоохранения региона держит ситуацию под контролем. Сегодня из развернутых в Ленобласти 1275 коек для лечения пациентов с COVID-19 и пневмонией занято 823. И если будет необходимо, то это число увеличат. В Выборге участились случаи вандализма в общественных местах. Неизвестные хулиганы при помощи аэрозольных красок расписывают стены остановки общественного транспорта. И это далеко не всегда безобидные надписи и картинки. Встречаются изображения нацистской символики и призывы к расовой нетерпимости. Возможно, злоумышленники даже не догадываются о том, что могут понести за это серьезное наказание. Нанесение и демонстрация в общественных местах нацистской символики является административным правонарушением, предусмотренным статьей 20.3 Кодекса административных правонарушений, и влечет за собой наказание в виде штрафа в размере до 2000 рублей, либо административного ареста на срок до 15 суток. Нанесение изображения и надписи экстремистской направленности карается жестче. За эти деяния предусмотрен штраф в размере 20 тысяч рублей, либо 100 часов обязательных работ, или же арест на 15 суток. Как отметили в прокуратуре, в Выборгском районе подобные преступления совершаются крайне редко, благодаря оперативным действиям стражей правопорядка. Кроме того, выявить такие случаи помогают камеры видеонаблюдения и неравнодушные граждане. Однако, напоминают в прокуратуре, если вандалов задерживают повторно, им грозит более серьезное наказание, вплоть до лишения свободы на срок от двух до пяти лет. В Высоцке проверили ход строительства социально значимых объектов. С инспекцией там побывал заместитель председателя правительства Ленинградской области по строительству Михаил Москвин. Вместе с руководителями районной и местной власти, областными депутатами, он осмотрел физкультурно-оздоровительный комплекс, портовую набережную и школьную спортивную площадку. Проверяющие отметили, что строительство последних двух объектов не вызывает нареканий. А вот возведение физкультурно-оздоровительного комплекса ведется с нарушениями сроков сдачи и качества выполнения работ. По этой причине контракт с подрядчиком расторгнут. Комплекс в этом году достроен не будет. Генеральный директор компании оправдывает невыполнение работ дефицитом денежных средств. Мы очень старались, пытались достроить, изыскивали все возможные ресурсы. Но тут есть проблемы с проектом и с проектно-сметной документацией, и следствие чего с процентованием. Поэтому мы, к сожалению, не смогли. Как отметили проверяющие, объект завершен только на 50%, в связи с чем будут определены другие сроки реализации проекта. После внесения необходимых поправок в областной бюджет, средства на строительство комплекса вернут. Затем объявят новый конкурс по поиску подрядчика. Сдача объекта запланирована на сентябрь следующего года. Мы будем проводить экспертизу этого недостроя. Будут вноситься поправки в бюджет Ленинградской области на 2021 год на окончание стройки. Это будет примерно, наверное, я думаю, что порядка 35-36 миллионов. Но есть и хорошие новости. В городе после принятия бюджета в марте 2021 года начнется строительство нового пожарного депо. Оно будет соответствовать всем современным требованиям, предъявляемым к такого рода объектам. Мы вышли с инициативой о строительстве нового пожарного депо. Одна из причин, конечно же, это пожарная охрана должна обеспечить порядка 15 тысяч. Это включая город Высоцк, это включая порядка 15 поселков советского городского поселения. Очень много здесь деревянных домов. Также на территории города Высоцка находятся большие предприятия, как Лукоил, Криогаз, Порт Высоцкий. Кроме того, положительную оценку от проверяющих получила портовая набережная, построенная в рамках реализации программы «Комфортная городская среда». Сами жители выбирают, что им делать, какое благоустройство им нужно, выбирают эскизы, голосуют. И потом уже администрация проводит конкурсы и делает те работы, которые необходимы именно людям, жителям. И сами то, что захотели жители города Высоцк, то, в принципе, и получили. И сами контролируют ход работы. Добавим, что в состав региональной программы формирования «Комфортной городской среды» на следующий год уже включены проекты четырех муниципальных образований Выборгского района. Это часть нацпроекта «Жилье и городская среда». А всего в следующем году запланировано благоустроить 75 общественных территорий Ленобласти. Погибшим, но не побежденным. В поселке Подборовье прошел торжественно траурный митинг в память о красноармейцах, павших в советско-финляндской и Великой Отечественной войнах. Реконструкция существующего захоронения и открытие новых мемориальных плит – итог работы краеведов, поисковиков, представителей органов местного самоуправления и общественности. Неоценимую помощь оказали и спонсоры. Благодаря усилиям всех этих людей были установлены и увековечены имена и еще 570 погибших героев. В этом году мы совместно с вами работали в поисках пропавших в этой войне и увековечиванию их имен. Всех благодарю еще раз, всех вас за проделанную работу. Ну а нашим павшим героям вечная память и слава. Всего на мемориальных плитах выбиты имена более 600 воинов. Они стали известны в ходе кропотливой исследовательской работы. Военно-учетный стол проводил сверку имен, поэтому имена захороненных известны. Также здесь еще и увековечены те воины, имена которых, места захоронения которых где-то здесь на территории, в районе поселка Бодпоровье, но на, скажем так, точно, оно это место не установлено. Имена, которые здесь выбиты, это медико-санитарные подразделения и те, кто штурмовал этот берег. Здесь был плацдарм в марте 40-го года, части 43-й стрелковой дивизии. О подвигах погибших героев участники митинга вспоминали со слезами на глазах. История многих семей напрямую связана с этими местами и событиями. Дедушка моего мужа, Мишин Михаил Николаевич, принимал непосредственное участие в боевых действиях, которые проходили в период Зимней войны на Карельском перешейке. К счастью, дедушка был ранен, получил контузию, но остался жив. Но многие его друзья фронтовые погибли в этих боевых действиях. В этот день присутствующие на митинге говорили о том, какой ценой была завоевана победа, читали стихи на военные темы и рассуждали о том, как это важно – сохранить память о великом прошлом для будущих поколений. Эта память нужна особенно нынешнему поколению, чтобы они знали свою историю, почитали ее, и чтобы таких кровопролитных событий никогда не случилось с нашим народом. В памяти погибших были возложены цветы и венки к подножию мемориала, прозвучали оружейные залпы. Но на этом поисковая работа не заканчивается. Следующий этап – поиск потомков тех, чьи имена высечены на гранитных плитах. Марина Чусова, Илья Сидоров, Андрей Неробов, Медиагруппа «Наш город». Сегодня Выборг потерял одного из наиболее ярких представителей художественного пространства Ленинградской области – Николая Малыхина. Николай Алексеевич Малыхин родился в 1939 году в Белгородской области. В 1957 году переехал в Выборг, где окончил и за студию. Затем получал художественное образование в Мухинском училище и в Академии художеств имени Репина. Творческий подъем художника произошел в годы перестройки. С этого момента начинается и его выставочная деятельность. Работы художника экспонировались во многих городах России, а также в Финляндии, Швеции и Норвегии. Многие из них находятся в частных коллекциях. Николай Алексеевич Малыхин был в жизни очень удивительный человек. Прежде всего, это талант. А во-вторых, он был удивительный учитель. Потому что, кроме того, что он сам писал шикарные картины, он вообще восторгался классикой, восторгался работами Родена. И вот классические эти приемы он применял у себя. Но самое главное, что он был наш житель, самое главное, что он наш патриот города был. Потому что он писал такие удивительные пейзажи. Но основа, конечно, у него был этот портрет. Мы никогда его не забудем. Пусть земля ему будет пухом. А мы, естественно, его работы будем популяризировать, его творчество популяризировать будем. И самое главное, что он останется среди не только друзей, но и среди очень многих картинных галерей, которые остались там в его наследии. Друзья Николая Алексеевича отзываются о нем как об очень мягком и уступчивом человеке. Однако в творчестве он был ярким, с горящим сердцем творцом, полностью посвятившим себя изобразительному искусству. Николай Малыхин оставил множество благодарных учеников, а его энтузиазм не позволял творческой жизни города останавливаться. Коля Малыхин был живой, интересующийся всем, что было вокруг. Человек посвятил себя искусству. Он был верен до конца искусству реалистическому, искусству живому. Через всю жизнь свою, естественно, он пронес с молодых лет одну такую страсть, страсть к творчеству, одержимость, которая не изменяла всю жизнь. Всю жизнь он стремился развиваться, развиваться как художник, быть очень требовательным к себе. Он как-то подзаряжал нас и, в общем, заставлял держаться все время в творческой такой форме, проявлять творческую активность. И, в общем-то, во многом благодаря Николаю Алексеевичу Малыхину наша творческая жизнь, она не замирала. На острове Клёст Выборгского района у братского захоронения красноармейцев собрались десятки людей. Военный оркестр играет торжественный марш. В руках у присутствующих – гвоздики. По периметру расположены архивные фотографии с фронтов Советско-финляндской войны. Благодаря труду десятков волонтеров, поисковых бригад, сотрудников муниципальных и областных органов власти, а также общественных организаций, удалось установить памятник, а также определить имена каждого из 324 героев 181-го полка 43-й стрелковой дивизии, отдавших жизни в последние дни Зимней войны в марте 1940 года. Это итог большой поисковой операции, начало которой дал потомок одного из павших воинов. Была обнаружена в ходе поисковой экспедиции могила. Могилу обнаружил лично внук одного из погибших и захороненных здесь красноармейцев. Обратился в поисковый отряд. И при исследовании было выявлено, что эти останки не являются не захороненными, как это часто сталкиваются поисковики, а это именно захоронение, сделанное боевыми товарищами сразу после боя. На этом участке фронта сложили свои головы красноармейцы со всего бывшего Советского Союза. Белорусы, украинцы, грузины, русские осетины – все они плечом к плечу выступили против врага. В ходе исследовательской работы были обнаружены потомки некоторых из них. Долгие годы родственники не знали, где похоронены их родные, но теперь цепочка восстановлена. Мы очень благодарны всем, кто разрешил нам присоединиться к этой истории, то, что нашли, то, что мы имеем возможность приехать сюда, привезти частичку земли родной, вернуть его жене частичку отсюда, чтобы семья воссоединилась, и все-таки и наши дети знали и помнили, и нам как-то, бабушке нашей было легче, потому что все-таки родственники все вместе. Помимо ленинградцев и выходцев из других республик, в братской могиле оказались захоронены 8 уроженцев в Ворошиловградской области и 44 из Сталинской, ныне Донецк. При содействии Совета по межнациональным отношениям при губернаторе Ленинградской области удалось установить связь с родственниками из Шахтерского края. Я когда увидел список бойцов, честно говоря, меня вызвало такой трепет, вот в самом человеческом понимании смысла этого слова, потому что после питерских, после ленинградцев, ленинградской области шел именно Донбасс. 52 человека, 8 человек с Ворошиловградской области и 44 человека со Сталинской области, это ныне Донецкая область. И, конечно же, мой долг чести был подключиться и посодействовать в поисках родственников, в том числе и на Донбассе. И результат наш очевиден, потому что буквально за несколько дней мы нашли 4 семьи из Тельмановского района. В ходе торжественного мероприятия членам семей были вручены памятные медали, шагнувшие в бессмертие, и гильзы с частичкой земли с братской могилы. Звучали памятные речи и стихи, посвященные павшим. Право снять белое покрывало с памятных обелисков предоставили правнукам бойцов и командиров, погибших при штурме островов Выборгского залива. На воду был спущен траурный венок. А затем присутствующих пригласили принять участие в традиционном ритуале поисковых отрядов, встав на колено, положить ладонь на братскую могилу. Марина Чусова, Илья Сидоров, Андрей Неробов. Медиагруппа «Наш город». Дни здоровья пройдут в общеобразовательных учебных заведениях Выборгского района с 5 по 7 ноября. Решение принято Комитетом образования районной администрации. В каком формате они будут проводиться, решит руководство каждой конкретной школы или гимназии. Это могут быть мероприятия на свежем воздухе или дистанционные занятия, на которых детям расскажут, как противостоять новой коронавирусной инфекции. Напомним, каникулы в выборгских школах начались 26 октября и продлятся до 4 ноября. В это время в помещениях ведется тщательная санитарная обработка. За партой школьники вернутся 9 ноября. Школьная библиотека в новом формате. В гимназии номер 11 это не просто место, где можно найти нужную книгу. Сегодня это настоящий библиотечно-информационный центр. Здесь почти никогда не бывает пусто. Ученики библиотеку любят и посещают. Третьеклассницы Оля и Диана здесь частые гости. С библиотекарем-педагогом Натальей Васильевной дети дружат. Я очень люблю нашу школьную библиотеку. Там есть очень добрый хранитель книг Наталья Васильевна. А еще я очень люблю книжки «Первое знакомство». О животных мне нравится читать разные книжки в этой библиотеке. Библиотекарь-педагог Наталья Свиридова работает здесь уже 30 лет. Всеми силами она прививает детям любовь к чтению. И именно бумажных книг. Она всегда рада юным посетителям. И готова помочь им в поиске интересной и полезной литературы. Дети приходят сюда. Приходят. И старшие приходят. И, конечно, особенно младшие приходят. Начальные школы, как только записались, вот они бегают. Буквально там чуть ли не на каждой перемене. Старшие тоже приходят. Но в основном читают программную литературу. И детей здесь бывает много. Вообще такое любимое место. Косметический ремонт сделали в библиотеке два года назад. Помещение стало современным и при этом очень уютным. Для удобства поиска информации кабинет оборудован компьютерами с выходом в интернет. Очень нравятся ребятам виртуальные экскурсии по музеям, выставкам, которые, тем более сейчас, в период пандемии, мы посетить не можем. Здесь дети имеют доступ в библиотеки, которые находятся далеко от нас. Но фонды этих библиотек очень обширные, очень необходимые для воспитания, для развития человека. Допустим, библиотека Бориса Ельцина, которая находится в Санкт-Петербурге, пользуется спросом у детей. Библиотека имени Владимира Ильича Ленина в городе Москва. Сегодня школьный библиотечный фонд насчитывает более 10 тысяч книг, включая учебную литературу. Здесь нередко проходят внеклассные занятия и другие мероприятия. У нас проходил конкурс, мы читали стихи, как бы, по маму, вот, я тоже читала, вот, и моя подруга тоже читала. Я люблю читать про кошек, про животных, люблю читать энциклопедии, тоже люблю читать, сказки разные, тоже люблю читать. Мама говорит, что если очень много читать, то будет очень много знаний, и ты очень много всего можешь запомнить, и это потом тебе очень в жизни пригодится. Окунуться с головой в атмосферу изучаемой темы ребятам помогают современные технологии. Кстати, многие из учеников приходят сюда, чтобы отдохнуть и собраться с мыслями, просто посидев в тишине, в удивительной атмосфере царства книг. Татьяна Анкудович, Валерий Пресижнюк, медиагруппа «Наш город». На этом наш выпуск завершен. Увидеть программу «Город новости» по-выборски вы можете в любое время суток на сайте выборг.тв и в группах Выборг ТВ в социальных сетях. А я с вами прощаюсь. Всего доброго и до новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова